Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня выпуск программы «Зима близко» или «Зима наступила», как мы с Денисом решили уже в прошлый наш эфир. Сегодня у нас такой сокращенный выпуск, поэтому будем сжато, четко и по возможности быстро формулировать свои мысли. Денис, здравствуй. Здравствуй, Вадим. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Надеюсь, что вы здоровы и благополучны. Как Вадим уже упоминал, сегодня мы рассуждаем второй раз о будущем после катастрофы, если мы подразумеваем под собой вирус как катастрофу очень многоплановую. Я полагаю, что действительно мы, скорее всего, будем говорить о цезуре, о границе какой-то новой линии или, может быть, о новом начале, потому что мы видим, что вирус привносит свои радикальные изменения во все области жизни, не только в быту, но и влияет на политику. Поэтому сегодня давайте попробуем еще раз составить своеобразный список тех изменений, которые уже наступили, или зима наступила, и что нас еще ожидает. Ну, понятно, что в быту после окончания, скажем, всех ограничений, сколь долгими они не были бы, мы увидим совсем другую экономику. Мы уже сейчас видим, как видоизменяется и европейская солидарность, и вот об этом я как раз хотел сегодня поговорить. Насколько мне удается следить за СМИ и за выступлениями политиков различных стран Европы, мы видим, что у нас появилась новая геополитическая ситуация, которая, в принципе, довольно-таки стара. Речь идет именно о резких разделениях или, скажем, о границах между Югом и Севером. И здесь мы опять возвращаемся к нашему сериалу. Если вы помните, Игра Престолов в основном говорит о том, что, скажем, существует суровый север, который держит, условно говоря, границу на замке и охраняет изнеженный чувствительный Юг от нашествия всевозможных чудовищ и опасностей. Тем самым является как бы форпостом, он может быть более грубый, но, в свою очередь, Юг считается более хитрым, изящным, коварным и так далее. Это классическое разделение, которое существует или существовало в умах философов на протяжении столетий. Мы хорошо знаем, что если в XX веке это был Запад и Восток, то теперь, увы, к сожалению, мы возвращаемся снова, по сути дела, к делению, скажем, раннего нового времени Юг и Север. В данном случае я бы сказал, что Север скорее обладает как раз прогрессивной характеристикой в смысле европейского сообщества, потому что издавна страны Скандинавии и, надо сказать, в принципе, и Центральная Восточная Европа, и Западная, имеется в виду Германия, и Франция, были оплотом европейского сообщества. И сообщество это во многом базируется на солидарности. Что происходит сейчас? Это моё субъективное мнение. К тому же предупреждаю, что я, в принципе, культуролог, а не политолог, поэтому некоторая доля дилетантизма здесь тоже будет присутствовать. Я сам бросаю, скажем, камень в свой собственный огород. Но если мы наблюдаем за материалами СМИ, то получается очень интересная ситуация. Европейское сообщество давно, скажем, выражает некоторую, скажем, такую ослабленность, усталость. Есть трещины. Трещины именно в сознании того, что это всё-таки общность. Потому что создавалось всё это как реакция на ужасы Второй мировой войны, как на возможность включения той же Западной Германии, скажем, в мирное пространство, как территория, которая, скажем, не воюет за ресурсы, там, уголь, сталь и так далее. И всё это мы хорошо знаем из истории европейского сообщества. Но, в принципе, уже десятилетиями европейское сообщество является пространством ценностей, тех же так называемых либеральных и демократических ценностей, которые столь не по душе нашим политикам. Я не вижу пока в нашем парламенте, за исключением слабой партии пар, хоть каких-то ростков либерализма. И, скажем, я думаю, что в какой степени они были затоптаны тем, что партия эта вступила в коалицию с радикалами, с национальным объединением, и, в принципе, погубила свои собственные начинания. Но не в этом суть. Суть в том, что европейское сообщество — это всё-таки сообщество солидарности. И солидарность эта проявлялась более развитыми странами и более богатыми странами на протяжении экономического кризиса, кризиса недвижимости. И, например, сохранение и спасение, по сути дела, Греции во многом было возложено на плечи ЕС, а внутри ЕС на таких доноров, как Германия, в меньшем объёме Франции. Но в любом случае Греция, Италия и Испания во многом поддерживались на плаву именно благодаря взносам таких развитых экономик, как, например, Германия. Что теперь получается? Во многом мы видим, что коронавирус не только как заболевание, но то, что происходит в умах, создаётся именно теми популистами, которые десятилетиями пренебрегали системы здравоохранения, пренебрегали ей итальянцы, пренебрегали ей испанцы, Британия, которая, по моему мнению, наконец-то, к счастью, покинула европейское сообщество, ибо эта страна во многом, скорее всего, была бы, скажем, спицей, ненужной спицей в колесе, потому что это страна с новой популистской политикой, которая ослабляла бы европейское сообщество. Ну и мы видим то же самое и в Балтии. Мы видим, что в Латвии последние годы сокращались бюджеты, так и не удалось, собственно говоря, достойно оплатить труд тех, кто теперь спасает жизнь людей, пусть и небольшого количества. Но в любом случае мы видим, что в Европе процветает популизм, который не знает региональных границ. Он находится на востоке европейского сообщества, он находится на юге, Италия, Испания, и он находится или находился в бывшем теперь члене ЕС Великобритании. И поэтому мы видим, что ситуация и паника в этих странах, паника со стороны именно правительств, характеризуется тем, что вместо того, чтобы инвестировать в возможности и способности здравоохранения, скажем, принять поток, резко возрастающий поток заболевающих, эти страны, по сути дела, радикально блокируют свои экономики и, в принципе, не предоставляют сколь-либо существенный и четкий план помощи малому и среднему бизнесу. В принципе, если мы пройдемся по улицам Риги, не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять, что, скажем, малый бизнес просто скоропостижно скончался и вряд ли доживет до конца апреля, в том смысле, что я разговариваю, допустим, с владельцами мелких овощных лавок, с теми, кто продают цветы или какие-то мелкие продукты, еще открытые кафе, они признаются, что, в принципе, они дышат на ладан, и это последние недели, то есть за границей апреля они просто не выйдут. Вопрос задается следующий, вернее, он вообще не задается, потому что не циркулирует, например, в содержании латвийских общественных СМИ. А, может быть, были другие сценарии? Может быть, стоило инвестировать все то, что мы теперь вынуждены будем инвестировать, по сути дела, в умершую экономику? Может быть, стоило это инвестировать как раз в систему здравоохранения, чтобы справиться с подступающей пандемией? Может быть, справиться с резким скачком заболеваний? Может быть, стоило все-таки некоторые ограничения снять? Ну, например, хотя бы держать под контролем тех, кто прилетает. И это возможно сделать, это технически делается в разных странах, но не закрывать границы совсем. То есть мы видим, что, например, это приводит, по сути дела, к разорению AirBaltic. Мы видим, что увольняются сотни людей. Эти люди моментально станут нагрузкой на социальный бюджет, на социальный бюджет в обстоятельствах, когда доходы экономики будут резко сокращаться. Иными словами, нас ожидает резкое обеднение населения. Это означает еще более резкий отток людей в те страны, которые придут в себя быстрее, у которых есть, условно говоря, прослойка, чтобы перезимовать. И, например, Германия уже сейчас стремительно требует людей, которые будут работать на сезонных сельскохозяйственных работах. Иными словами, то, чего мы дождемся благодаря этим мерам, это не улучшение состояния здоровья населения, а это резкий скачок миграции, это резкое уменьшение, условно говоря, носителей налогов, потенциальных людей, которые будут поддерживать социальный бюджет страны. Ты считаешь, что угробим экономику, да, мы таким образом? То есть вот за счет этих жестких... По сути дела, да. То есть вопрос как бы, ну, я понимаю, что, опять же, я абсолютно ничего не понимаю в распространении вируса. Но я просто задаю вопрос, который даже не ставится. Например, немецкие СМИ задают вопросы. А правильно ли сделала Бавария? Потому что Бавария запечатала все, что могла, закрыла все, что сумела. А результаты все равно плохие. То есть там все равно самые, скажем, плохие показатели по заболеваниям. У нас еще один вопрос, который не поднимается в латвийских СМИ. Я регулярно слушаю латвийские новости. Они убогие, и они, в принципе, нацелены только на то, чтобы в какой-то степени обеспечить легитимность этих мер. То есть говорится только о новых заболевших. Не говорится о тех, кто выздоровел. Не говорится о тех, кто болел без симптомов. И так далее, и так далее. В принципе, мы видим, что СМИ, общественные СМИ, перестали быть общественными. Да они перестали быть ими еще задолго до вируса. Потому что нынешние обращения общественных СМИ к населению и к правительству, я считаю, достаточно убогим. Ну, во-первых, начнем с того, что эти СМИ зависят от коалиции уже давно-давно через Совет и так далее. В Совете идет жестокий контроль со стороны коалиции. Например, немецкие общественные СМИ финансируются обществом. Любая хозяйственная единица, допустим, квартира или дом, как только человек прописывается, а он не может не прописываться в Германии, тотчас же человеку присылается напоминание. Будьте добры заплатить 17 евро за месяц. Станете принудительным абонентом общественных СМИ. Что это означает? Это означает, что человек платит напрямую на счет конкретного общественного СМИ, подразумевается ARD, CDF и немецкое радио. В обход любого, условно говоря, попадания в госбюджет, в том смысле, что никто из коалиции, какая бы она ни была, не может наложить, простите, свою пушистую лапку на бюджет общественных СМИ. То есть они, по сути дела, выживают, потому что Конституционный суд постановил, что это обязанность всех жителей страны, включая как бы и гостей. И, в принципе, я понимаю, за что. Это очень качественное содержание, это контент, который политически нейтрален, независимый, плюралистичен. Поэтому никакая Меркель, никакое АФД, придя оно вдруг, условно говоря, к власти, не могло бы изменить, скажем, качество СМИ. Мы, как население, которое во многом готово, скажем, оплачивать дорогие туристические поездки или развлечения, но сопротивляется подобной, скажем, абонентской плате, мы получили сейчас следующее. Это будут голодные общественные СМИ, это будут зависимые и тем более легко контролируемые со стороны, скажем, государства, имеется в виду коалиции. Давайте заглянем теперь, кто у нас находится в коалиции. Нам довольны увидеть сочетание двух букв «На», чтобы узнать, что в коалиции находится партия, которая, как доказали журналисты из своем расследовании, напрямую общается с британскими неонацистами. Поэтому здесь, в принципе, о них вообще говорить не приходится. Я считаю, что они являются угрозой для демократии в Латвии. Но они находятся в коалиции. Что у нас в результате получается? Мы получим большие и крупные бреши в демократии, которая и так у нас была хорошо, пусть это будут не бреши, а дыры, которая и так была уже изъедена молью. Молью того, что, собственно говоря, у нас очень слабый президент, он вообще безвольный, он зависит от этой коалиции. У нас коалиция, в которой превалируют партии, которые не разделяют демократические ценности, они архаичны и домострои, так и домострои, по сути дела. У нас есть абсолютно слабые и зависимые либералы, которые предпочли войти во власть, вместо того, чтобы сформулировать четко свои ценности. И у нас, главное, нет политики ценности. У нас есть политика кратковременного удовлетворения интересов маленьких экономических групп. Да, Дениса, я отмечу, что 4 минуты у нас остаются до завершения. У нас сегодня такой короткий выпуск резюмирует. Одна режиссер сказала мне, что за полминуты можно рассказать всю свою жизнь, если захотеть. Я могу сказать о том, что сегодня мы скорее только набросали какие-то вопросы, которые мы обсудим в ближайшие наши встречи. Может быть, когда-нибудь даже я присяду в это глубокое синее кресло рядом с тобой, увижу Родиона, и мы сможем поговорить как бы очно. Но пока это не происходит, я хочу сказать, что нам необходимо… Я не могу сейчас придумать рецепт решения проблем. Я думаю, что нам нужно стараться, несмотря на все реальные страхи и опасения за жизни наших близких, особенно за людей в группе риска, нам, даже когда мы остаёмся дома, что важно, нам необходимо думать, а как мы будем жить после того, как мы выйдем из этого дома. Мы выйдем оттуда голодные, злые, ожесточённые, заросшие и одичавшие, или же мы всё-таки попытаемся максимально восстановить демократическое пространство и будем критично относиться к тому, что вокруг нас происходит и в СМИ. И ещё одна проблема латвийской СМИ — это то, что упорно сохраняется своеобразный стеклянный барьер между этническими группами, и, например, бессмысленно современным общественным СМИ апеллировать к русскоязычной аудитории. Никто им не поможет, никто не будет их абонировать, потому что эти СМИ на протяжении более чем 20 лет так и не смогли обрести, скажем, русскоязычную аудиторию, не смогли предоставить ей ни содержание, ни, может быть, некоторый языковый мостик для того, чтобы можно было стать потребителями контента латвийских общественных СМИ. Ну и в заключение я скажу, что, например, я был бы рад, если бы на фоне экономического кризиса исчезли такие ярые ксенофобы, как латвийская «Латвия с Авиза» и «Неоткаригарита Авиза», потому что, например, эти СМИ точно не оказывают чести общественному пространству, распространяя ксенофобию, по моему мнению, и, по сути дела, представляя такой абсолютный архаический заповедник полной национализма. Так что, может быть, кризис заставит нас требовать высокого качества от СМИ и от самих себя, как от избирателей, как от думающих существ. Ну вот, по сути дела, это те моменты, о которых я хотел сказать сегодня. Это солидарность после катастрофы, это разделение юга и севера, это необоснованные требования популистов из Италии и Португалии, Испании, потому что во многом эти силы на протяжении последних лет не были нацелены на сохранение европейской солидарности. Теперь же, как в какой-нибудь сказке о трёх поросятах, они бегут и хотят жить в каменном доме. Ну вот, большое спасибо, Вадим, за то, что сегодня пригласил меня снова к разговору. Жаль, что у нас не удалось, скажем, найти времени для беседы с радиослушателем, но мы обязательно сделаем это в следующий раз. Да, мы вернёмся в рамках программы «Зима близко», «Зима наступила» через флэш, и поговорим с нашими слушателями, безусловно, обсудим эти вопросы, потому что мы никуда не уходим, никто никуда не уходит, все находятся на карантине, и я думаю, что у нас будет такая возможность поговорить с нашей аудиторией ещё. Спасибо, Денис Ханов был с нами на прямой связи, Вадим Родионов и Родион Золотарёв. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok